Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам, как очень быстро, просто и вкусно приготовить люля-кебаб по диете Дюкана. Этот люля-кебаб будет очень диетический, он будет полностью соответствовать белковой диете Дюкана и его можно есть даже на ночь, если конечно не пересаливать. Что нам для этого нужно? Во-первых, куриный фарш. Естественно, чтобы в этом фарше не было куриной кожи. Я его измельчила еще в добавок на блендере, чтобы он стал более такой нежной консистенцией, но мы пробовали люля-кебаб и обычный фарш и вот такой вот измельченный. Затем мы сюда добавляем приправу, нашу любимую для курицы, зелень. Ни в коем случае сюда нельзя добавлять ни картошку, ни сухарики, ни муку, ничего, потому что это белковые люля-кебабы. Затем, что можно сюда добавить? Если фарш слишком жидкий, можно добавить немного отрубей. Если фарш слишком сухой, то можно добавить немножечко молока или яйца. И вот сейчас мы этот фарш перемешиваем. Вот такой нежный фарш у нас получился. Затем мы берем шпажки, обычные деревянные шпажки, которые продаются очень даже дешево в любом магазине. И будем на эти шпажки надевать наши люля-кебабы. Прежде всего нужно взять фарш и сформировать из него небольшую продолговатую лепешечку. А затем мы в эту лепешечку будем вкладывать внутрь шпажку и обворачивать ее этим фаршем. Вот, например, я беру небольшую лепешечку, вот такую, немного продолговатую. Затем мы сюда кладем шпажку и вот так вот заворачиваем. И формируем ее так, чтобы она стала более или менее аккуратной формы и продолговатая. И кладем ее, когда будем запекать, срезом вниз. Мы ее будем не жарить в жиру, а я буду запекать в духовке при температуре 180 градусов в духовке на фольге. Чтобы не было никакого лишнего расхода жира. То есть я вот так складываю эти все люля-кебабы на фольгу. И потом они у меня запекаются. Это самые диетические варианты, к тому же самые аккуратные. Потому что фольгу снял, вытащил и все у тебя чисто и прекрасно. И никаких лишних калорий. Сейчас я буду запекать люля-кебаб и покажу вам, что у нас получилось. Вот смотрите, какие люля-кебабы у нас получились. Их можно подрумянивать немножко сильнее. Но мы делаем такие не слишком подрумяниные, хотя можно делать по-разному. Вот такой он в разрезе. Мясо довольно плотное, вкусное. Здесь зелень проглядывается. В общем, довольно симпатичный на вид. И очень вкусный, и к тому же явно диетический. От таких люля-кебабов вы никогда не поправитесь. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно заглядывайте в мой плейлист «Диета Дюкана». Там очень много рецептов. И заглядывайте в другие мои плейлисты, потому что мой канал очень-очень разносторонний. Каждый найдет там все, что ему нужно. Вот и все, дорогие мои. До свидания, удачи всем! Субтитры подогнал «Симон»!